Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 чем в Ашане, в России точно и сосиски, кстати, нормально сделаны, понимаешь, без оболочки просто тупо на такой вот липучке, на канцелярской, да, в канцелярской фигне ну бог с ним, нормально же вот, и просто на такой, как сказать, как называется эта штука, блин, соедините вот этот, я не знаю вы знаете, нет, ну короче, вот нормально, и они внутри без оболочки, представляешь просто нормально, без оболочки блядь и здесь еще все на газу, я не знаю, вы, наверное, все на газу всю жизнь готовили, я вот первый раз в жизни где, в США, да, блядь, не знаю, что я забыл, извините за мой, ну, что, работать жизнь здесь хочу вот, понимаете, сравниваю понимаете, сравниваю, такие вещи, просто мелочи, да, мелочи, а приятно ну, как тут, по-другому, по-другому, не лучше, не хуже по-другому а, кстати говоря о пельмешках есть пельмени, реально вот, смотри, ручная работа, я тут наготовил пельмешки, серьезно да, да, пельмешки и сейчас покажу, где котлетки сейчас заделал видишь, котлетки, сам, ручная работа вот, мясо тут надел ну, так ну, чтоб нормально можно было, знаешь ядерную зиму, ты не понимаешь и глупцы 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 вот такие видишь, тоже заморозил ну, нормально, что, знаешь, после работы приходишь там, один выходной сделаешь, нормально, потратишь время а, зато потом можно нормально отдохнуть там, покушать и время не трать да, спасибо да, ну погулять захочется, знаешь вот время а, я в этом, в прачечной работаю а, в этом самом в промышленной прачечной работаю только что с работы пришел у нас сколько времени вот, пол, об 20-ти час ночи а, промышленная прачечная там, постельное белье закидываю и, там, сортирую ну, это почему-то такая тяжелая работа а, по ЗП, получается, где-то 11-12 долларов в час вот ну, где-то так ну, вот, часов 10 можешь отработать сейчас вот пойдет busy вот такие время, когда, там, по 16 часов будешь работать ну, не знаю ну, кто-то зарабатывает, там, по 160 долларов в день там, да ну, в среднем так, получается ну, это когда летом, понимаешь, уже ну, ближе к лету, там, с апреля такое вот начинается сейчас вот мало сегодня 10 часов работал вот пришел и решил вот это быстренько приготовить пришел вот так помедленный огонь ну, вот такая вот история а, кухня ну, она у меня такая маленькая кухня ну, относительно такая сейчас покажу вот такая вот такая вот такая кухня вот со стойкой вот тут две раковины вот вот ну, немножко бардак вот так полагается можно сказать вот ну, а на чем кухня пустая там особо-то здесь ничего нет там внутри в смысле ну, и микроволновки тоже нет я как-то без нее обхожусь вот так что ну, не знаю, мне нравится очень да снимаю в среднем получается где-то тысячу вот сейчас заплатили тысячу сколько тысячу четыреста тридцать долларов вот вот так получилось где-то нет с братом живу а он уехал вот и остался тут он по делам поехал по работе вот а я остался с братом живем вместе вдвоем ну вот так что да, в месяц в месяц в месяц так-то не дешево нифига получается квадратов ну как покажу сейчас сколько квадратов вот видите это такой рум а сейчас ну сколько квадратов квадратов наверно двадцать пять десять пять десять да там ну не знаю сколько квадратов сложно сказать честно квадратов наверно ну сорок точно будет если не больше сорок будет сорок пять пять около пятидесяти ну да так нормально до двоих конечно отлично я скажу до двоих когда хочется с работы прийти просто отдохнуть или спать проснуться утром пойти на пляж позагорать и потом на работу ну самое то вообще классно как бы просто жалко пляж сейчас не освещается я бы еще пляж подснял вот здесь мы буквально знаете как минут семь пять семь до пляжа до океана и песочек там как мука вот такая знаете прям мягкий-мягкий такой песок приятный вот ну мне нравится не знаю мне просто не с чем сравнивать относительно москвы конечно это не мегаполис вот у нас тут город он не маленький два миллиона человек живет и то все так раскидано по разным по разным местам по смысле вся инфраструктура а что здесь инфраструктура здесь нету госбольниц о здравствуй Глеб нету госбольниц такого ничего нет поликлиник таких нет просто есть все частные все частные частные клиники все но как бы туда люди ездят там по страховке делаются причем здесь стоматология не считается за медицину она считается как отдельный вид деятельности и декларируется тоже по другому налогах и страховка в страховку обычно стоматология тоже не включается то есть в государственную страховку ничего не получится надо за свои деньги все делать стоматология очень дорогая я не обращался но здравствуй да по другому себя не ощущаешь что ли по гастробайту наверное я не знаю я не знаю на месте я не знаю где на месте на месте на самолете на самолете прилетел как попал как все попадают себя покажу да я страшно что на меня смотри наверное можно кстати наверняка не один я дата готовлю просто сверху сосиски закинуть это вы тоже так делаете нет я такую тему недавно для себя открыл а я знал тебе понравится что показал все можете уёбывать но если не хотите еще покажу тут но лестница ну хоть такое вот так то есть получается можно здесь покушать и что не хотите покажу то есть вот вот прямо ну как студия получается я не знаю в студиях не жил раньше никогда достаточно своеобразно удобно ну надежно удобно кому как мне все так больше нравится чем квартира кухня какое-то строение там площадь отдельно там все делать сразу так сделана кухня вот как и все давние 27 спасибо вот такая штука кстати сыр не знаю все таки вот так он называется свист да или сколько это интересно короче грубо говоря вот еще знаете сколько получается еще вот такой кусочек вот буквально такой кусочек сыра ну я понимаю что это разное но я был в самом дешевом магазине на волмарте да большом вот такой буквально кусочек сыра вот его такая ширина такая вот да получается 295 это 180 рублей ну наверное так же как ну в России не знаю разные тоже марки сыров бывает но что-то около того там как российский сыр я не знаю но здесь он только шейцарский называется сделано где-нибудь здесь да нигде здесь сделан местный местный вот такая штука не угадай попробуй что готовлю потому что мне лень вот это вот все разогревать вот это вот я наготовил вот это есть котлеток вот глупцы замороженные конечно топку надоело поэтому немножко потравим все по-моему где-то сок остался полуфабрикаты если я смотрю вот это да почему нет соки кстати говоря реально тропиканы не знаю вы все провели вот это вот нормальная тема и стоит такой 2 2 и 7 литра стоит 300 рублей такая история 44 97 489 но плюс такса еще по чеку получается около 300 рублей за 2 и 7 литра сока ну кстати более-менее даже лучше чем россии ну вроде в россии там другой какой-то вкус а здесь есть еще подешевле сок и получается он ну прям знаешь прям пьешь и прям как будто как с хлоркой что ли какую-то химию прям пьешь не знаю почему так кому кому это нравится но кто-то покупает это история чем по ходу готова до дешевле найти там жену когда работаешь каждый день без выходных химия здесь вообще жутко мыть что-то отмывать от плиту ну как же жопа да тоже так думаю так один из двух походу да кому найдет один помпру да мне 27 да у меня на самом деле ребенок есть почему вы переживаете жену мне надо жена есть просто дома и как вам все снимать что классно что ребенок ребенка не вижу ничего классного нет а то что ребенок есть конечно так вообще без ребенка вообще и жизнь не жизнь так обычно про котов говорят кстати женщины ну и не знаю и терка что за терка такая да вот как вы должны зафиксировать так чтобы ее и потереть кстати вот ничего спасибо что подсказали мелко правда получается но пойдет смысле но просто я хочу их сюда перевести и в сша поэтому но потому что ребенок вообще маленький очень и пока меня так сильно не помнит конечно помнят но не так сильно запомнила да вот и по приезду сюда здесь вообще и скажу что детей здесь растить просто одно удовольствие здесь самый самый класс раститель детей сша это это очень круто первых инфраструктура во вторых нет информационного мусора такого да как бы у людей там да они не знаю здесь так не принято сплетничать или ходить там да как вот нас люди дети там все это набираются и так далее здесь с этим проще потом но дороги здесь здесь вообще чисто чистота везде у нас здесь реально вот у нас здесь на территории сейчас покажу территорию апартаментов где я снимаю вот смотрите да сейчас здесь темно от Champagne а потом предупреждает здесь поиска на территории оправдываются с сейчас открою покажу у нас сейчас ночью вот вот здесь на территории вот здесь у детейях ходит босиком да и вообще ну во первых то что эзи чисто здесь не муцарет и здесь не так не принято В общем-то, это сейчас вот здесь лужа, потому что в определенное время поливается земля. Полив происходит автоматически. Вот. А у нас сейчас 20 градусов тепла. А сейчас вот ночь, и сейчас стоит зима, еще 15 градусов. 15 градусов по Цельсию, и днем 22, 25, 30 бывает. Ну, тогда уже капреля уже 30 будет, наверное. Вот, здесь у нас ходит деть вообще босиком по всей этой территории. Да нет, не думаю. Относительно. Вот. Так что так получилось. Как бы еще слить, так все, с камерой вместе. Чуть-то постоять, пока поснимаю. Поболтаем. Да? Поэтому я говорю, что для детей это вообще классно. Просто рай. Такой своеобразный. Я только что с работы пришел. Я просто так прихожу домой, еще сегодня очень рано. Видите? Вот. Время там, да? 12.58. И чтобы не заморачиваться, просто с едой и не есть. Всем уж ролл-тону. Ролл-тону не хочется. Я работаю в прачечной, в промышленной прачечной работаю, делаю тяжелую работу. Кстати, мексиканцы, кстати, даже не все идут. Они так, знаешь, приходят посмотреть на нашу работу, как мы работаем. Просто разворачиваются и уходят. Такие, о, нет-нет-нет, спасибо, спасибо, нет, мы так работать не будем. Ну, потому что там приходится пахать, приходят машины с бельем, с гостиничным. Приходится их разбирать в телеги, закидывать их в большие, огромные промышленные машины стиральные. И потом разгружать после того, как они постираются. Потом сортировать, потом, ну и так далее. Очень многое-тего. Ну, как... Нет, есть родственники, я с братом живу. Вот брат здесь уже давно живет. Но, конечно, с родственниками. Есть у нас ребята, которые приезжают сами по себе. Есть ли вообще на свой страх и риск. Вообще, кто-то с пятью долларами в кармане приезжает и работает. Ну, каждому свое, в принципе. Как-то так, вот руки, я не знаю, ну как показать. Ну, грубо говоря, вот так, да. Что происходит с руками, там, трэш вообще. Ну, по-первых, грубо говоря, потом продолжение происходит. Вот такая фигня, короче. Ну, это нормально было. Ну, и из-за хлорки в основном, из-за... Да, из-за химии. Ну, потому что так. Да, я его слил. Ну, видишь, одной рукой не очень прикольно. Вот. Да он прикольно, а мне нет. Просто сейчас макароны в итоге окажутся, блядь, в раковине. И приходит клятся кушать оттуда. И сыра я мало натер. Вот. Положить тело. Тело. Давай, сейчас положу тело. А что вы не в школе, кстати? А, в США. Так, относительно недавно. Недавно. Ну, вот. Недавно еще, как бы... Ко всему вот так привыкаю потихоньку. Как-то так. Сейчас натрем сыр еще маленько, и все. Ты взрослая. А, остальные-то в школе. Сидят обоходу на химии где-нибудь, да? На последних квартах. Делать нечего. Перископ сидим. Да? Еп. Ну, я же не конкретно про вас. И вообще. Про общую массу людей. Которые сидят перед кофе обычным. А, все, все понял. Ага, дошло майонез, кстати. Ну, как? Ей, кстати, чуть-чуть другой. Знаете, что получается, что вот он такая, ну, банка, не знаю, как везде банки. Ну, в РФ тоже банки, но, короче, вся история в том, что вот он очень странной консистенцией. Если его, ну, просто на него посмотрю, взглянуть сейчас на секунду. Я его не буду есть. Но, короче, вот он немножко другой. Вот видите, вот он как масло. Ну, он другой по вкусу, короче, чем в России. В России вкуснее. Сто процентов. Ну, да, ну, как масло, короче. И здесь его мачу мало кто кушает. В России очень вкусный майонез по сравнению с местным. Как-то не повезло им, почему. Не любят они есть. А мы, по-моему, кстати, второе, а мы в России, по-моему, второе, да, второе место занимает по поеданию майонезов на планете, а после пустых французов. Тут на первом месте. Сок, кстати, апельсиновый. Они, кстати, вот так вот выглядят. Соки апельсиновые. Да, у нас соки так в английском говорится. Ни в каких пакетах, а вот таких вот галлонах. Здесь галлон, то есть один галлон, это 3,78 литра. Вот. Штука. Попробуем. Это брат купил, я не пробовал. Другие пробовал, а так не пробовал. Что-то. И, кстати говоря, во всех кафе, во всех ресторанах, ну, чаще всего даже в ресторанах, очень часто в ресторанах, тупо пластиковые стаканы дают. Вот, типа таких. Знаю, очень сильно экономят они на том, чтобы они там не побились, и с ними ничего не случилось, но вот такая хрень. Хочется пить из стекла, а тебе дадут пластик, все равно, но никуда не денешься. И чай. Попросишь чай, приносит тебе чай в пакетики. Ну, заплатишь реально хорошие деньги за чай, принесут тебе пакетики, что-нибудь. Да, в пакетики чай приносят. Так что, заплатишь, как за обычный, за заварной чай. Фигня. Вообще не пейте за яблочный сок здесь. Ну, здесь. В таком случае, он какой-то странный. Очень странный вкус. Это вот такой вот у них яблочный сок. Кстати, цвет очень похож на настоящий, правда? У нас, вот у нас как, покупаешь сок, и он прям прозрачный, а здесь он как настоящий, вот такой. Это я в Панама-Сити, это штат Флорида, юг США. Вот такой нормальный сок. Ну, во всяком случае, подсветку, да? Детский, не знаю, я когда в 90-й рос, вот такие были соки, там, в трехлитровых банках. Кто знает, понимает. Да? Сейчас, наверное, не покупает, сейчас считает за подло, покупать трехлитровую банку дома, да? А, еще бывают такие, кстати, ну, если будете покупать, смотрите, где больше мякоти. И, здесь беда с выбором, вообще, продуктов, вообще проблема с выбором продуктов. И вот, допустим, кстати, вот в Ашан приходишь, да? Купишь себе, как называется, френч пресс, а заходишь купить, вот ты, приезжаешь в Ашан, там 4-5 видов стоит, и они начинаются 200 рублей, и здесь вот получается, вот она, 17 долларов стоит, вот такой френч пресс, за что? Не знаю, написано на Вегина, 27, 27 лет, представляешь, работаю, работаю на впрачечной, в промышленной, вот в Москве остался магазин, вот, который там работает без меня, ну, слава богу. Ну да, в России, конечно, 500, самый нормальный, нормальный вариант, кому как, кто как, ну что, гораздо, в этом плане. Вот, сок здесь апельсиновый, кстати, реально, прям совсем смягкий, ну, в России тоже, кстати, смягкий, очень похожий вкус, но здесь есть хуже соки, а этот, этот, этот не самый дешевый, там, что-то, 4,90 стоит, да, спасибо, наверное, можете, молодец, ну, просто семью не вижу столько, и все, а так, охота, видеть семью, вот, и, не знаю, знаешь, когда смотришь, на весах стоит, как бы, либо семья, либо вот, поездка в США, в Америку, то, не знаю, как бы, надо, взрывно, как бы, все перебороть, либо выбрать что-то, либо быть готовым к тому, чтобы не видеть семью, поэтому, поэтому, как-то так, да, ты прав, наверное, конечно, изменение жизни, там, я даже, ну, ценности, не знаю, семья и семью, начал больше ценить, как-то еще больше, там, да, и так, как бы, без них, тоскливо, там, да, ну, за счет того, что ты работаешь, забываешься, но, работаешь, кстати, сейчас хочу еще одну работу найти, вторую, на первой работе, я там работаю где-то с четырех дня, с четырех часов дня до, до скольки, до трех часов, вот сегодня очень рано закончили, сегодня было мало белья, завтра, я не знаю, что будет, ну, в любом случае, хотелось бы, на вторую работу пойти, где-то с восьми утра до трех, у меня вот так вот что-нибудь, вот, как-то так, ну, по обычной, по туризисе, по туристике, вот, там какая-то девушка, меня что-то спрашивала, где она, я не знаю, наверное, надеюсь, она осталась, ну, окей, кстати говоря, уже, наверное, все готово, нет, не через контрактера, через, через, через знакомых, просто, у меня брат там работал раньше, контакты остались, и, как-то, не принято здесь, сжигать мосты, наверное, как в России, как многие так делают, но, не знаю, все дело, конечно, в частности, кто как, вообще, имеет взаимоотношение, в России, там, или здесь, США, с работодателем, кто как, но, есть такие, которые сжигают мосты, потом не устроят ни друзей, никого, как-то так, кстати, кетчуп хайнц, вообще, сам регистрирует, по-моему, США, его бесплатно дают везде, везде, кто в курсе, кто в курсе, прям, везде, сколько хочешь, могут дать, в Макдональдсе, пожалуйста, там, дают все соусы, просто, попросишь соус, тебе дадут все соусы, на всяком случае, мне всегда так дают, все соусы, но, очень вкусно, ну, в Макдональдсе, был здесь, в США, и один раз, был только в Макдональдсе, и все, и, как-то, ну, что, везде, примерно одинаковый, может, менючить другое, ну, похоже, в принципе, все одно и то же, прям, даже рецепт, наверное, не уходи, колу не пробовал, надеюсь, не знаю, сок очень странный, по-моему, пропал, возьмем апельсиновую, вот, вот, по-моему, еще, слово вот, очень, такое, очень, слово поразит, нет, надо, вбешивает, в ландре, тяжело работать, я не знаю, кто-то спрашивал про ландрю, но мне очень тяжело работать, стало, о, здравствуй, Арина, а, уф, или так, а, кстати, макарошки не везли, а, оплатят, где-то, от 11, от 12 долларов в час, в среднем, ну, кому-то больше, кому-то меньше, там, ребята начинают с 9 долларов в час, смотрю, как, кстати, ну, как быстро работаешь, как стараешься, потому что здесь, в магнит приходишь, ой, я говорю, в России в магниты приходишь, там одинаково все, с одинаковой скоростью расставляют, допустим, на полке продукты, здесь приходишь в магазин, в США, и все очень быстро старается расставить, очень быстро, прям, ну, кстати, в Ашане тоже быстро, наверное, да, там, ну, реально, прям, система работает, мотивация, ну, а, ну, ну, вот, ну, вот, ну,